Ну а в продолжении темы один из видов профилактики неинфекционных заболеваний, обогащения продуктов питания необходимыми микроэлементами и минералами. Обязательной витаминизацией в стране подлежат почти 10 номинований товаров. Мука с содержанием железа, ядерованная соль и вода с кальцием. Есть ли польза от такой технологии, расскажет наша коллега Полина Зачиналова. С помощью этого оборудования муку перемешивают с витаминами в одном из предприятий Петропавловска. Такую технологию называют фортификацией или введением полезных микроэлементов в продукцию. Выглядит пищевая добавка как серый порошок. После соединения с ним мука вкусов их качеств не теряет, объясняют специалисты. В добавке содержатся витамины железа, цинк, фориевая кислота, никотиновая кислота. Ну все это законодательство нас обязывает добавлять витамины, так как дефицит вот этих вот веществ в организме человека добавляется уже в конце производства, уже в готовую муку. Обязательная витаминизация продуктов питания в стране действует уже несколько лет. Сделано это в качестве профилактики некоторых заболеваний, например, железодефицитной анемии. Необходимые для организма вещества добавляют и в питьевую воду, говорят сотрудники СЭС, в их числе кальций, магний и калий. Помимо воды витаминами обогащаются еще несколько продуктов. В эту полезную корзину входит соль, обязательно с йодом, молочная продукция с пробиотиками, а также крупы. В них должны добавлять различные микроэлементы. Крупы и молоко хоть и подлежат обогащению, но для производителей это пока лишь рекомендация, объясняя специалисты. В отличие от соли и муки, которые являются продуктами массового потребления. Кроме того, обязательно витаминизироваться должны готовые блюда в школах и детских садах. Предусмотрена витаминизация первых блюд, третьих блюд, например, аскорбиновой кислотой. Это перед реализацией непосредственно обогащенной пищевой продукции. В маркировке обязательно указывается, в первую очередь, наименование пищевой продукции, состав, количество. При этом, обогащенная пищевая продукция должна быть безопасна для здоровья. При этом, производители должны строго соблюдать норму добавок и не перебарщивать с витаминами. В 100 граммах продукции должно быть около 5% компонента от уровня суточного потребления. Также все добавки проходят оценку на их эффективность.